Привет, пилотон, с вами Z. Сегодня мы проходим осенний сезон Forza Horizon 5 за 5 минут, так что устраивайтесь поудобнее, как пить для своего болета, заводите мотор и погнали! Итак, в этом сезоне мы с вами сможем получить за 20 очков Ferrari California T и за 40 Jaguar XKRS 2015 года выпуска. И да, хотелось бы сразу сказать, для всех обожателей BMW не советую вам перемещаться во время или будущее и собирать ту самую M8, просто потому что вероятность бана равна очень высокому проценту. Одно дело было в прошлое, перемещаться в четвертой части, другое дело вперед. За это запомните раз и навсегда, даю в 99 из 100 случаев бан. Просто вас остерегает ютуберов, которые сейчас хайпят на этом, притом обрекая вас-то бан. Спасибо за внимание, извините, просто хочу вас предупредить. Так вот, начинаем, как всегда, с фарзатона. Для этого нам понадобится Ford Raptor 2017 года, тюнинг на него и на другие машины из видео, сможете найти в закрепленном комментарии под самим видео, как и название, собственно говоря, на них. Значит, накатываете тюн и идете проходить любой автокросс, причем сложность ботов можно поставить любую, скажу вам по секрету. Ну и спринт будет побыстрее, чем кольцо, поэтому проходите его. Затем вам нужно набрать 9 звезд за трассы, первого проходца суммарно, тут все просто, выбираете одну и дрочите ее, пока не пройдете. Ну и последнее, это набрать 500к за техники. Просто вкачивайте все автоталанты в Рапторе и идете месить кактуса боком. Поздравляю, вы прошли. Маленькие испытания фарзатона открываются раз в день в течение недели, так что не забывайте их проходить. Ну и в самом фарзатон шопе, да, вы дождались Труэна за 700 фарзапоинтов. И сверху подсказка, и там я делал тюник на нее, там я делал маленький обзор. Это легендарные туфовозки и закидные. Ну а также тут нас за 100 фарзапоинтов ждет Панамера. Кому надо, тот купит, тем более гроши стоит вообще она. Перемещаемся на Horizon Arcade. Как всегда, проходил дрифт, прошли быстро. И кстати, народу на карте стало как-то побольше, согласитесь. Так вот, три раунда завершили и погнали в Триал. Он у нас тут на современных ралли-карах в Б-классе. Грунтовка. Ехал на 10-м ланцере и, собственно, все быстро прошел. Правда, личности в команде оставляют желать лучшего, но некоторые из них. Опустим эти негативные моменты и забираем отсюда легендарный и непобедимый Хуниган РС-200. Потом перемещаемся в Ивентлаб, где нас ждет ралли и брали Сильвию. Да-да, вы не ослышались. То есть, ничего сложного. Да, чеки узкие, но все же, все норм и все круто, если вы едете только один. Так как если вы будете проходить это все с другом, то тот, кто приед первым, тот завершит. Тот, кто приед вторым, ему придется перепроходить так, что проходите в рознь, то есть по одному. И в награду мы отсюда заберем мини-иксрейт для одного из сезонов чемпионатов, именно для автокроссового. Далее идем в игровые площадки на любом Ягуаре в А-классе. Брал легендарный Ягуар И-Тайп. И можете опять же скачать тюнинги в закрепленном комментарии на все машины из видео. В награду забираем отсюда гоночный комбинезон. И, кстати, можете не ливать, когда проигрываете, так как приз получите даже при полном проигрыше со своей командой. И да, не успел снять момент получения комбинезона, поэтому я вам сейчас вот так его показываю. Следом будут смелые выходки, погнали. Первый из них это радарный Mitsubishi B700, проходили на Эклипсе и прошел с первого раза, перемотавшись пару раз, чтобы пройти идеально этот поворот. Сверху можете, кстати, по подсказке посмотреть видео с секретом скорости в форсе, и тогда, может, вы поймете, как это все пройти. Итак, вторая смелая выходка это скоростной участок на любом Порше в А-классе, ну то есть в А-800. И мне название лень полностью произносить, да оно и длинное, и в коменте вы его сможете тем более найти. Поэтому это просто для нас дакаровский 959. Тут с первого раза все прошло, ну и да-да, скорее всего, вы поэтому тут и смотрите, и за этим вы сюда пришли. Не с первого раза я прошел рота первопроходца, ох, не с первого, и даже не на одном Volkswagen, а тут именно ограничение Volkswagen B700. И должно остаться у вас 44 секунды, когда вы завершаете. Проходил на Golf R 2014 года, и смог я все это пройти, используя вот такой маршрут, так что вот такие дела. За полицейский радар получаем Nissan R390 для сезонного чемпионата, и с остальных выходок по большому вилдспину. Далее идут два сезона чемпионата, можете ехать на Mini X-Rate, который как награда из Event Lab, но я проходил на Ford Ranger T6. Все быстро и все просто, ограничение внедорожники B700, и награда здесь гудок, ничего интересного. Второй и последний чемпионат, это уличные гонки на Nissan в S1 классе. Ехал на своем Nissan GTR 2020 года, ну а так можно как раз таки на том самом R390. Тюнги и на тот, и на тот, найдете в комментарии, награда классический GTR 73 года. Далее фотоиспытание, перемещаемся на ту самую локацию, которую все боятся вышибали, а именно Тио Туканы. Здесь фоткайте свой культовый авто, я выбрал Volkswagen Type 2 Deluxe, и собственно говоря его сфоткал. Далее маленькое испытание, это момент прохождения игровых площадок, заразить трех человек в режиме зомби. Если вы уже прошли и у вас не закрывается, то попробуйте прямо вот тут на иконку задания нажать, вот здесь в плейлисте фестивальном. Ну и соперники месяца, по подсказке сверху, смотрите в прошлом сезоне мы все проходили. Для обладателя абонемента стал доступен новый Nissan 370Z для ралли от Force Big Racing. Сделал я его в А800, охерел от нее, тюнинг в комментарии, как и на новую SF90 от меня будет лежать и ждать вас. Что ж, спасибо большое за просмотр, не забудьте поставить лайк и написать комментарий, что на чем проходили. А если тут впервые, то обязательно подписывайтесь на канал. Ну и увидимся уже в это воскресенье в топе тачек для А800. Спасибо всем огромное за просмотр, всем удачи на дорогах и пока, пелотон! Субтитры сделал DimaTorzok